МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что волнует? Мэр города встретился с молодыми специалистами. Всегда можно обратиться за любой помощью. О чем шла беседа? Неспокойный вечер. В центре Бобруйска под колеса авто угодил велосипедист. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. В каком состоянии пострадавший? Образы прошлого. В первый день весны драмтеатр покажет премьеру Нюрнберг. Скамья подсудимых. Я очень долго искала материал, потому что мне все казалось очень избито. Какие тайны откроются? А также самовольное строительство, упрощенные процедуры и новые медицинские испытания. Институт биофизики создал оригинальные технологии производства. Что может такая разработка? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание, главной темой которого стало развитие белорусского футбола. Глава государства пригласил на разговор вице-премьера, министра спорта и туризма, члена Совета Республики, главу НОК, председателя Ассоциации Белорусская Федерация Футбола. Президент дал оценку развития спортивной сферы и поставил задачи на будущее. Хочу сказать, что в целом, если оценивать наши спортивные достижения, они никуда не годны. При тех вложениях и тех заботах государства, которые мы оказываем спорту. Вы получаете некие преференции. Порядок нужно навести в течение ближайшего времени, в первом квартале. Никто не должен получать никаких шальных денег. Александр Лукашенко дал понять, с учетом наложенных ограничений руководителям спортивных ведомств, организаций и ассоциаций, необходимо найти площадки для сотрудничества, в которых отечественные атлеты смогут столкнуться с необходимым уровнем конкуренции. Помеха справа. На пешеходном переходе в центре Бобруйска сбили пешехода. Вечером 28 февраля на улице Минской 42-летняя местная жительница за рулем «Пежо» совершила наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу на велосипеде. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Бобруйским международным отделом Следственного комитета в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В результате аварии велосипедист получил тяжелую травму головы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГАИ обращаются к гражданам, которые стали свидетелями аварии, а также к тем, кто располагает какой-либо информацией и записями с видеорегистраторов с просьбой сообщить об этом по телефону 102. Затраты на жизнь, весенний климат и обновленная версия обучения. В сентябре в белорусских школах появится интегрированный курс по истории. Каких классов коснется ноу-хау? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Белорусы могут в упрощенном порядке узаконить самовольное строительство. Поспользоваться земельной амнистией можно до 1 января 2025 года. Речь только о тех объектах, которые возведены или реконструированы на участках, полученных до 1 января 2022. Белорусские ученые завершили новые медицинские испытания. Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Белоруссии создал оригинальные технологии производства продуктов. Впервые в стране разработаны методы получения индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, редактирования генома человека для терапии и наследственных и онкологических заболеваний. В сентябре в белорусских школах будет введен новый интегрированный курс «История Беларуси в контексте всемирной истории». В Минобре обратили внимание, сейчас подростки изучают два разных предмета по отдельности, которые не имеют между собой тесной связи. Нововведения будут осваивать ученики 10-х классов. По итогам выборочного обследования белорусы тратят на еду почти 40% своих доходов. По информации Белстата, на непродовольственные товары уходит около 37%, на оплату услуг – более 23%. Коммунальные платежи занимают 6%. К слову, в республике на одно домашнее хозяйство в среднем приходилось более 2000 рублей в месяц. Первый весенний месяц начнется с теплой погоды. Существенных осадков не ожидается. Лишь в утренние и дневные часы в воскресенье пройдут коротковременные дожди. За март их выпадет около 49 мм. Средняя температура воздуха – около плюс одного. В течение пяти дней будут наблюдаться туманы. Душевный разговор. Председатель горисполкома побеседовал с молодыми специалистами. Место встречи стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Игорь Кисель пообщался с молодыми людьми, расспросил об условиях труда, поддержке руководства предприятия. Не забыли обсудить идеи и предложения по улучшению городской инфраструктуры. Начинающие специалисты с удовольствием поделились впечатлениями, планами и эмоциями. Приятно, что ребята дорожат своей работой. Мы видим, какие здесь кадры, которые закончили разное учебное заведение. Не только города Бобруська, но и всей республики Беларусь. Мы видим здесь конструктора, которые внедряют свои знания в производство, которые получают существенную экономику. За нами закреплены, во-первых, наставники, которые нам помогают на протяжении всего рабочего периода, когда я являюсь молодым специалистом. К ним всегда можно обратиться за любой помощью, за любым советом. Они всегда помогут. В основном люди отзывчивают. Приняли очень тепло, теплыми словами. Наставника дали. Очень большая база была в самом начале. Конечно же, много материала нового было, но это как бы все объясняли с нуля. Не ругали, ничего. Все объясняли, потому что понимают, что молодой специалист. Всего на предприятии трудится 14 молодых специалистов. Для комфортной работы и отдыха созданы все условия. Современный круглосуточный здравпункт оснащен всем необходимым. Также функционирует и физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и сауной, открытыми площадками для футбола и волейбола. Орден почета. Директор Пинск-Древ Бобруиску достоин высокой награды. Плодотворный труд, личный вклад, развитие предприятия, слагаемые успеха. О планах на год качества и вековой юбилей из первых уст узнал Виталий Гаврусев. Владимир Маркушевский внес большой личный вклад в развитие дерева, обрабатывающей промышленности страны. Свою жизнь с отраслью он связал в 97-м. Молодым специалистом после технологического университета пришел на открытое акционерное общество «Слоним мебель». Там вырос от мастера делочного участка до директора. Кроме того, отвечал за экономику предприятия и семь лет возглавлял наблюдательный совет. 30 марта 2020 года возглавил Пинск-древ Бобруйск. Благодаря их поддержке, скажем так, этот город быстро стал, скажем так, своим. Поэтому здесь отличные, замечательные люди. Хотя, еще раз скажу, здесь очень непросто, непросто стать своим. Поэтому я еще как бы с улыбкой говорю, я не бобруйчанин, я еще только учусь. Награда – очень значимое событие для предприятия. Высокая оценка со стороны руководства страны в очередной раз подтверждает безупречное качество продукции. А также обширные знания, опыт, компетентное ведение бизнеса и другие лидерские качества его руководителя. За три с половиной года освоили более пяти миллионов евро инвестиций. Они показали, что мы на правильном направлении. Мы поставили цель, задачу поставить станки с числовым программным управлением, полнопоточные линии, которые позволили в десятки раз увеличить производительность. Значительно увеличили не только объем производства, но и мы сделали громадную широкую линейку по ассортименту, что сейчас нам позволяет уверенно себя чувствовать на рынке. В этом году Пинздрев Бобруйс готовится отметить свой вековой юбилей. Несмотря на внушительный возраст, используются самые современные технологии и передовые методы организации производства. А выпускаемая продукция на уровне мировых брендов. Раньше было совсем по-другому, тяжелее было. Таких станков не было. Сейчас легче работать. Молодым более легче дается в молодом возрасте. Но все равно можно освоить. От эконома до премиум. Благодаря стабильной и слаженной работе коллектива, ассортимент продукции постоянно расширяется. Неизменным остается одно – качество. Работаем с массивом. Дуб, сосна, береза. В основном хвоя. Работать учим всех, кто бы ни пришел. Неважно, практика, отработка. Показываем оборудование, рассказываем, что, как, зачем. И чтобы люди знали, с чем будут иметь дело. Все в пределах человеческих сил. Во главе угла – люди. На предприятии предусмотрены социальные выплаты. Здесь дорожат рабочим местом. Через одного – трудовая династия. Мы производим продукцию для разных сегментов рынка. У нас есть эконом, есть средний, средний плюс. Благодаря нашей сетке продаж, которая включает только на территории Республики Беларусь более 150 магазинов холдиновой компании «Пинцдрев», позволяет нам твердо смотреть в будущее. Даже в это непростое время мы имеем портфель за указом на три месяца вперед. У стабильного коллектива, который возглавляет компетентный руководитель и умелый организатор, обладающий глубокими профессиональными знаниями и большим опытом работы «Успешное будущее». Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Время вспять. Бобруйск в ожидании премьеры спектакля «Нюрнберг. Скамья подсудимых». 1 марта зритель сможет поразмышлять на тему войны и мира, человечности и бесчеловечности, правде и лжи. Практически снесенный с лица земли Нюрнберг в свое время бывшей цитаделью, символом фашизма, становится ареной безжалостной борьбы, тайных и открытых схваток. Для Ольги Борисовец, студентки пятого курса, работа стала дипломной. Воплотили идею в жизнь бобруйские актеры. На одном из экзаменов нам дали задание сделать эскиз спектакля на военную тематику. Я очень долго искала материал, на самом деле, потому что как-то мне все казалось очень избито, хотелось найти что-то новое. И в это время я увидела историческую лекцию на тему Нюрнбергского процесса. Я подумала, какая-то интересная тема, и я решила, что ее можно поставить. Вот этот проект с таким названием Нюрнберг ставит моя ученица Оля Борисовец. Это студентка пятого курса Академии искусства отделения режиссуры. И этот проект очень интересно начинался. На четвертом курсе, когда ребята учились, я сделал такой, ну, как бы, блиц-опрос. Вот какая тематика вам нужна? И оказалось, самая востребованная – это молодежная тематика и тема Великой Отечественной войны. Я как педагог курса приехал посмотреть результат. И для меня будет очень интересно увидеть, что же, как бы, сотворила моя студентка. В основе пьесы лежат страницы одноименного романа «Хроники», который написан по архивным материалам и стенограмме Нюрнбергского процесса, воспоминаниям очевидцев, документам из военных архивов. Спектакль пройдет в Малом зале 1 и 2 марта. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok